Всем привет дорогие друзья, с вами Крилл Сайкаст и сегодня в Marlstack Force Сегодняшнее видео будет посвящено новому герою, в которых выходит нас чуть ли не каждой недели, потому что разработчики так и радуют нас новыми героями, но резы естественно не бесконечны, поэтому не всегда успеваю быстро прокачивать Прокачал я сейчас Хэллу на 11 категорию, на 30 тысяч и готов уже сделать свое мнение про этого героя Давайте начнем Хэлла родилась в Ютудхейме, земли гигантов, является дочерью Одина и великан Шерангобороды Когда она достигла совершеннолетнего возраста, Один назначил ее богиней смерти, дав ей власть над смертными в царстве Хэль и Невхелеми Хэль обладает общими силами, которые характерны для асгардских богов Она обладает сверхчеловеческой силой, скоростью, выносливостью, ловкостью и расширением жизни Когда она одета в свой плащ, она намного сильнее, чем большинство ее расы Ее огромная сила позволила ей участвовать в непрерывном рукопашном бою с Тором Как и у всех асгардцев, у нее есть противодействующая магия Хэлла всегда носит свой магический плащ, который повышает ее силу и сохраняет ее молодость и здоровье Так что ее плащ это не просто красивый аксуар, а магический артефакт Хэлла часто вооружается своим ночным мечом и является опытной фехтовальщицей Хэлла может командовать всеми мертвыми, живущими во всех мирах Но она не может иметь власть над мертвыми в Вальхале Ну а перед началом основного видео хочется вас попросить, чтобы вы посмотрели и оставили свой какой-то комментарий на это видео ТОП 10 лучших файтингов 2019 года Это самое последнее мое видео сейчас на данный момент Я уже успел один раз его перезалить, потому что были проблемы с авторскими правами на музыку Сейчас соответственно там тоже подкорректировал Поэтому большая просьба поставить лайк этому видео и написать коммент Естественно посмотреть его полностью Конечно это только часть истории, возможно ее еще не один раз перепишут Как вы знаете, в комиксах любят они менять истории персонажей, ее происхождение Поэтому не знаю, посмотрим Конечно герой интересный И для себя в первую очередь я подчеркнул, что плащ это не просто какая-то Как всегда красивый аксессуар, как принято у всех героев А именно это магический артефакт у нее Давайте начнем к основному обзору У нас особенности это злодей, космос, мистики, сдерживатели и дети Асгарда Первое умение, черный клинок Наносит основной целью 240% урона Обращает защиту от смерти Наносит цели с наименьшим здоровьем 90% проникающего урона Игнорируя провокацию Давайте более подробно разберем это умение Как видите драг стоит в провокации То есть мы не можем пройти таун Первым умением атакуем А поскольку Акая у нее самый низкий порог здоровья на данный момент То есть атака когда заканчивается Она еще наносит 90% проникающего урона самому слабому сопернику То есть видите Акая мы так добили таким способом Ну и давайте поймем что такое обращение Как видите на Люккейчу висела сейчас защита от смерти То есть мы первым умением атакуем И вместо защиты от смерти у него образовалось кровотечение Сколько не играл честно говоря Кроме именно кровотечения не видел что-то проковало Если что-то у кого-то другое проковало Напишите в комментариях Может просто мне так везет Что можно еще добавить про первое умение Честно говоря по-моему все варианты которые возможны были Именно разобрал осталось только понять Стоит ли качать это за апельсины За апельсины я думаю пока не стоит прокачивать Потому что апельсины в дефиците Соответственно тут добавляется столько урон Конечно урон неплохой Даже если так разобраться Потому что если на капе взять это 300 урона Получается по основной цели И еще 100 дополнительного проникающего урона По самому слабому Но вы же понимаете что возможно такая ситуация Когда по кого вы будете атаковать Он и останется с наименьшим количеством хп Так что будет не 300% урона здесь А на капе это будет 400 400% с руки Естественно это большие именно показатели по урону Поэтому умение классное Кроме того как обращает она защиту от смерти Кровоток я больше не видел Каких-то других эффектов Может конечно Мне так везет именно Ну и обычно когда играю Просто играю через много всех там дебаферов Соответственно там много уже висит Всяких именно дебафов И возможно из-за этого такая ситуация Второе умение Управление нежитью Значит основной цели 290% урона Накладывает разрушение Призывает на помощь нежить из асгарда Второе умение получается И сильное по ДПСу И имеет очень хороший дебаф Один из лучших дебафов Сейчас на данный момент в игре Потому что это разрушение Соответственно разрушение Не дает накладывать положительные эффекты Как видите 290% урона Это уже хорошие показатели Перезарядка вторихода Это отличные показатели Также мы призываем Нежить из асгарда Чуть дальше я покажу Что это вообще за Такая нежить у нас За пельсинки Это умение Есть смысл прокачивать Потому что разрушение на 2 хода Это намного лучше Чем разрушение на 1 ход Плюс конечно Небольшое увеличение урона Но есть тут Необольшая такая фишка Именно с разрушением Почему есть смысл прокачивать его На максимум Так сказать за пельсинки Потому что у нее Утимативная способность Которую мы чуть позже разберем Возможно будет с ней Хорошая синергия Поэтому давайте посмотрим дальше Ну и последняя Утимативная способность Ножи смерти Снимает до 3 зарядов защиты От смерти Со всех врагов Дает 5000 дополнительной концентрации К этой атаке Наносит всем врагам 300% урона Спространяет до 2 отрицательных эффектов Действующих на цель И на второстепенные цели А сопространение действует На оглушение Также накладывает регенерацию В виде 2 зарядов На всех непризванных Союзников из детей Асгарда Как видите на видео То есть висит сейчас На всех защита от смерти И мы сразу Все эти эффекты снимаем То есть Это такая некая Контра Именно защита от смерти Конечно Утимативная способность Получилась очень сильная И очень вариативная Как видите Мы можем снимать Защиту от смерти Со всех наших врагов То есть Допустим Стражи Они там накладывают Массовую защиту от смерти То есть Мы массово снимаем Соответственно Этот неприятный эффект Убирается Также Альтрон может получить Много зарядов Именно защиты от смерти То есть Мы можем 3 с него снять 100% То есть 5000 дополнительной концентрации Вряд ли он даст Какой-то там резист Невероятный конечно А также Это хороший Именно Ауи урон То есть 300% Ауи это Хороший показатель по урону Также Распространяем До двух отрицательных эффектов С основной цели То есть Мы допустим Накидали Вот как я уже говорил Вот допустим Второе умение Мы прокачали его за апельсин Кидали на 2 хода разрушения То есть Разрушение кинули Присаж походил И еще один ход На нем висит оно Потом Мы за счет этого умения Можем перекинуть разрушение И сделать разрушение массовое То есть На всех врагов Но вы сами должны понимать Что разрушение Когда никто не сможет Ничего сделать И всякие бафы повесить Это Ну Именно сильный Такой буст получается Но Нужно понимать Что это только Одно разрушение Да Тут можно два эффекта Именно перекинуть Я бы прокачивал Это умение за апельсинки Потому что Если какую-то интересную Команду подобрать А вариантов много Кто может Как-то закидать кровотоками Закидать ослепениями Закидать там Еще кучу Всякими эффектами Единственное Конечно То что она глушение Не распространяет Значит Это был конечно Сверх Какое-то сильное умение Потому что кидаешь за морда Стан 100% И она перекидывает Массовый стан Конечно Такого не будет Стоит прокачивать Это умение за апельсинки Потому что Четыре эффекта Либо два Ранится на лицо То есть Много можно чего перекинуть Замедление Ослепление Разрушение Не знаю Там ослабление защиты То есть Ну вариантов много Сами понимаете Плюс еще Приятный эффект В виде 50% Дополнительного урона Конечно Лишни не будет И также еще регенерация На всех непризванных Сальников Из детей Асгарда То есть Это Хэлла Это Локи Это Тор Ну и что вы понимали Как вообще это работает То есть Висело разрушение Замедление На персонажа Я перекинул Почти на всех Разрушение Как видите Там у кого-то резист Конечно сработал У кого-то нет Но то что Хэлла Еще слабопрокаченная То есть Дракс Перекидываем Массовое Замедление Разрушение Но это реально круто Ну и давайте Посмотрим Ее пассивное умение Это богиня смерти При появлении Призывает нежить Из Асгарда После смерти Нежить Из Асгарда Призывает нежить Из Асгарда Давайте сначала Разберем Что это вообще нежить Нежить это вот такой Боец Конечно он Не самый прям Такой сильный По своим показателям То есть Быстро падает Разберем его умение Чуть попозже Но когда он умирает Да Он сразу воскрешается То есть Его нельзя убить То есть он будет Постоянно воскрешаться Его убили Он воскрешается Также в начале хода Восстанавливает персонажа 5% от маг здоровья И 5% Маг здоровья За каждого Не признанного Союзника из детей Асгарда То есть Ну Чем больше персонажей Там есть Да У нас из Асгарда Тем больше Она будет в начале хода Пополнять все хп То есть От непризнанного союзника То есть Это не будет считаться От этого миньончика То есть Это будет считаться Сейчас на данном Атора И от Локи Также дает 10% хп Нам Для наших детей Асгарда Также Это персонаж Заточен Под войну альянсов То есть Как видите У меня есть Во время обороны Войне После смерти Непризнанного союзника Из детей Асгарда Призывает Нежки из Асгарда Что это значит Когда допустим У нас умрет Мы поставим в Дев Поставим Локи Поставим Тора И Каких то там еще потом Ну Когда добавить Дети Асгарда Когда они будут умирать Вместо этих Вместо вот этого Самца Который на данный момент Пока Очень сильно проседает Будет призываться Настоящий мужик Это Вот этот Миньончик Да Который будет намного Сильнее по ДПС Чем даже Тор на данный момент То есть Когда они будут умирать Именно в ДЕФе Нужно понимать Во время обороны У нас будут призываться Дополнительные Именно Миньоны То есть Нужно будет Ее вкусить первую Иначе Просто Если будем убивать Локи Тора Будут еще дополнительные Нежки Которые будут Нас естественно Потихонечку Кусать Также Что еще есть Крутое Дает дополнительный урон Дополнительный урон Для детей Асгарда Давайте разберем Теперь Миньончика Как видите Это дух из Асгарда То есть При старте Когда мы стартуем У нас сразу Он вызывается Первое умение Это сильный порез 210% урона И блокировка лечения То есть Дебаф У нас есть Дополнительный В виде блокировки лечения Который мы можем Естественно Перекинуть За ультимативную способность За Хэлу Темная Жертва Получается Она сразу Недоступна Наносит Основной цель 340% Проникающего урона Прошу заметить И накладывать Кровь течения Два заряда Два хода Недоступна Этому персонажу 2000 Проникающего урона Это так Это так Никогда не может Промахнуться Как видите Это получается Такой суицид В том плане Что это Как ульта Карнажа То есть Он культует Проникающий урон Большой Именно на старте Кровоток на два хода Два заряда И он получается И при этом Он умирает Также Пассивное умение Зачем он умирает После смерти Этого Духа Асгарда После смерти Восстанавливает Не призван Солиднику С не меньшим здоровьем То есть Когда он умирает Получается Он восстанавливает ХП 140% Его хп Получается Кому-то Из детей Асгарда Ну пока На данный момент Я использовал Только Хэлу Соответственно Он только Хэлли Восстанавливал Конечно Все это Выглядит Именно круто Давайте поспорим Как работает Его умение Утимативное Потому что Это полноценный Почти боец Как видите Он бежит Суицидит Накладывает Два кровотока И обратите внимание То есть Он умирает И воскрешается Сразу Когда он умирает Он подкидывает Еще Локи То есть Получается У него бесконечная жизнь Такая Пока Хэлла жива На самом деле Вот этот миньон На старте Если даже Он умирает Почти там От каждой тычки То есть У него хп Ну Сами понимаете Для миньона Очень мало То есть Если это не миньона Альтрона Которые там Такие плотники За счет усиления защиты Этот миньон Падает быстро Но он Получается Постоянно Воскрешается Подкидывает Кого-то То есть Это такой Это круто Будет работать Во-первых От какого-то Массового урона Когда Можно там Зацепить Его Он умирает Он восстанавливается Что еще Очень круто Как по мне То есть Я когда брал Быстрых персонажей Против карнажа Против лорда Получается Именно сам Автобой Вражеский Он бывает Просто берет Ультуют в него То есть Сами представьте Стоять это Дух Асгарда И карнаж у него просто ультует Именно в этого персонажа То есть Это минус ульта А мы не теряем ничего И такие моменты Как бы Конечно Их обузить Не получится Потому что Как бы Компьютер не знает Кого постоянно атакуют У него как бы Свои там Именно какие-то алгоритмы Кого он там выбирает Противление Есть приоритеты По персонажам Именно в тегах Но Как показывает практика Это не всегда так работает Поэтому Это конечно Тоже круто Давайте посмотрим Один бой Как видите Взял я получается Братство с Ведомом Плюс Добавил сюда еще На схелу Потому что Она тоже может Перекидывать дебафы А братство Она славится тем Что она много Именно может Кинуть дебаф Вообще Вариаций много Каких можно использовать С хелой Конечно Основная фишка Это именно Какие-то дебаферы Потому что Ультимативная способность У нее очень сильная За счет этого То что можно перекидывать Кровотечение Кровотечение Это дополнительный урон Просто давайте посмотрим По механике Как все это будет работать Уже основные фишки Я вам показал То есть видите Миньончик очень быстрый Бьем Бьем Получается перекидываем Блокировку На лечение Мы могли еще конечно Кинуть именно ослепление Еще массовое Но они так же Наслеплены Поэтому давайте просто Кинем разрушение Соответственно Он сейчас Таук не сможет На себя кинуть Конечно Сейчас бы В идеале Еще подзамедлить его Вот пока у него Висит 3 дебафа Сейчас у него Визит уже Целых 5 Если бы у нас Получается Была бы Ультимативная способность Прокачена Давайте еще Перекинем Была бы прокачена Получается За Апельсинки То есть мы могли бы Еще перекинуть Все это дело Давайте посмотрим Как работает Тут получается Ультимативная Еще раз Способность То есть видите Какая кровотока Какие Опсы еще есть Давайте подзамедлим Чтобы она не хотела Походить И вот Получается Куча дебаф Уже висит То есть Мы бы еще смогли Перекинуть бы еще 4 дебафа Я конечно не вижу Сколько тут На драксе висит Давайте перекинем Наверное лучше С минеру Потому что на нее Больше Больше Количество кровотоков Она может сейчас Именно кровотоки Накинуть То есть Как видите Сами Основная фишка Где-то такая Даже наверное Не буду ультовать Просто кину Еще один кровоток И вот сейчас Начинает персонаж Потегонечку Сами падать От кровотечения То есть видите Вот кровотечение Кровотечение Конечно Нужно было Посмотреть Насколько тут Порона вылетает Но они и так В принципе умирают То есть остается на один Как я уже говорил И она дает ему Дабл атаку То есть В теории Может быть первое умение Именно бить по 400 На капе Процентов урона Но что можно сказать В целом Про этого героя Конечно Герой именно классный В том плане Что у него много Вариаций для использования Да Конечно он привязан Пока к одному тегу Это дитя Асгарда Но за счет того Что вот этот сам тег Конечно Он немножко специфичен Да То есть он добавляет Именно там хп Больше Добавляет немножко урона Да Именно детям Самим Асгарда То есть Получается они Больше к ней привязаны Чем она к кому-то Потому что пока На данный момент Какие-то бонусы Естественно Никто на данный момент Не дает Поэтому она получается Самостоятельный герой Да Конечно во время обороны Есть Тоже плюшки Именно для детей Асгарда То есть нужно Допустим Когда умирает Локи Умирает Тор Будет призываться Дополнительный Еще дополнительная Одна нежить Как я понимаю Конечно я еще не смог Это проверить Когда допустим У нас есть Одна нежить Да Мы призываем На помощь Нежить из Асгарда Допустим Если умрет Тор Умрет Локи Получается у нас Будет еще дополнительно Две нежити Я так понимаю Что вот это умение Должно работать Призывать всю нежить На помощь То есть допустим У нас будет Три нежити Будет еще дополнительно Три тычки Конечно проверить Я никак это не мог Потому что в обороне Пока не видел ее Именно Один раз по-моему Встретил ее И то кто-то ее другого убил Поэтому может быть В теории Это конечно хорошие цифры Но она прям так и просится Чтобы ее фокусили Именно если быстро ее убить Соответственно Проблемы не достает Бесконечные мобы ее Поэтому какие-то есть Такие ограничения У этого именно героя Но за счет вот этих Просто за счет второго умения То что можно Накладывать разрушение Можно снимать Защиту от смерти Игнорировать провокацию И конечно Что мне больше всего Пока именно понравилось То что она может Перекидывать дебафы А вариаций Как использовать Эти именно Перекидывания дебафы Целое просто множество Есть всякие Быстрые персонажи Типа карнажа Которые могут Сразу дать кровоток Потом мы просто Берем перекидываем его Либо можем перекидывать Ослепление Соответственно Минимизировать какой-то урон Можем перекидывать Какие-то бесконечные Кровотечения от братства А это сами видели Это тонна урона Потому что кровотечения Когда там Одного, два, три, четыре Когда он Не знаю Больше пяти Там уже цифры Запредельные Персонажи падают Конечно там Очень быстро Поэтому герой классный Герой интересен Но проблема Как и всех новых героев На данный момент Они крутые По сравнению Даже там со старыми То есть посмотрите Допустим Дети Асгарда Какие-то Какие новые герои выходят И Какой вот этот герой Конечно сейчас его Ревортнут Рано или поздно Потому что Ну пока вообще просто Как бы Даже миньон Который уже показывал Да Миньон сильнее Чем Тор Ну как бы Это конечно Как Даже не знаю Как сказать Ну сами знаете Тор Это Тор Пока на данный момент Поэтому Если у вас есть Звезды Да На Хэллу Так сложилось Что не знаю Вы в налетах Там какой-то Супер задрот Уже выбили Там и куча Именно звезд Включаясь Какие-то Свои действия Он будет делать И соответственно Как-то комбинировать С набором Ее умений Он не будет Поэтому Конечно лучше Ручками за нее Будет играть Но посмотрим Когда полностью Паноценный пак выйдет Возможно А я здесь не прав Больше про Хэллу Мне добавить нечего Вроде разобрал Все что можно Все вариации Именно Ее умений Разобрал досконально Надеюсь Если у вас были Какие-то нюансы Вы поняли Как работает этот персонаж Стоит ли вам прокачивать Или нет Конечно Выбор издавая Потому что Я не знаю Ваш полгероев Не знаю За каких героев Поиграете И каких будете прокачивать Поэтому все это Ситуативно Я качаю всех Чтобы сделать для вас Обзор Надеюсь Вы не проигнорируете Последнее мое видео Именно топ 10 файтингов Потому что Я увижу динамику После этого видео И соответственно Я пойму Что вам это интересно А мне развитие канала Естественно интересно А это больше мотивирует И будут такие же Конечно Подробные разборы Как сейчас Именно на Хэллу То есть Сами видите Разобрал все что можно Также не забывайте Про группу ВКонтакте Именно по Мороз Трекфорсу Там вы увидите Все самое новое И свежее Также там Есть группа Дискорд Где можно найти Альянс Всех диапазонов Там от новичков До Не знаю Там ветеранов Там ветеранов Ветеранов игры Поэтому Подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Всем удачи